Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это строки Ивана Сурикова, будто по ним Наталья Максимова писала свои настенные картины. Признается, рисование это отдых для души. Отработав смену, торопится к настенному холсту, чтобы создать очередной шедевр. Говорит, музыка к ней приходит неожиданно, а сюжеты рождаются сами собой. Но бывает и жители подсказывают. Мне сказали, как вот, наподобие сказки и как вот живое, как вот природа. Ну, долго думала, думала. Домики, она как похожа на сказку. Природа, как на самом деле. Речка, немножко склон, травка. Так всего за пару дней подъезд преобразился, стал уютным и нарядным. Остальные входные группы Наталья тоже украсит своей живописью. Их жильцы уже ждут своей очереди. А Наталья, говорит, не ожидала такого эффекта. У нее в глазах такой ошиблеск был. Все так говорили, спасибо, спасибо. Думаю, я никогда такого не видела. Люди просят, она не может отказать. В итоге уже три дома в селе Каринское расписаны кистью художницы. В основном это добрые мотивы из любимых мультфильмов и сказок «Русская природа» и «Безмятежность». В каждом эпизоде что-то близкое, родное. Нам очень нравится. Я живу тоже здесь в поселке. Мой тоже подъезд разрисован. Нравится детишкам, нравится родителям с детьми, бабушкам, которые идут по подъезду. Это уже видят не какие-то серые, неприглядные стены. То есть они любуются пейзажем, птичками, матрешечками. Таким творчеством Наталья занялась еще в детстве. А когда появились свои дети, раскрасила детский сад и школу, куда они ходили. Старания не прошли даром. Работа мастера представлена на конкурс «Парадный вход», который проводит администрация округа. Участница надеется, что конкурс придаст ей уверенности в себе. Пока я разукрашиваю стены, я еще не уверена. Как смотрят, как чего. Ну, еще не уверена в себе. Вот когда конкурс пройдет, тогда посмотрю, стоит ли мне продолжать или нет. Очевидно, что в каждую картину вложена душа автора. Необъятная и многогранная, трогательная и искренняя. А значит, сомнения напрасны. Творчество Натальи обязательно получит свое признание. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова